Здравствуйте! Это программа «Город Эс» и я Елена Чернявская. 19 августа в Самаре состоится юбилейный пятый международный патриотический фестиваль «Самарское знамя». Проект направлен на популяризацию российской военной истории и вклада России в освобождение и государственность многих стран Европы, истории дружбы славянских народов и прославлений выдающихся деятелей страны. На фестиваль приехали почетные гости пятого юбилейного международного патриотического фестиваля «Самарское знамя». И сегодня они у нас гости в студии. Дмитрий Юрьевич Лагунов, праправнук подполковника русско-императорской армии Павла Калитина, героя русско-турецкой войны 1877-1878 года. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну что же, рада, во-первых, приветствовать вас в нашей студии. Спасибо большое, что вы пришли сегодня поговорить на эту очень важную тему. Но давайте, знаете, с чего начнем? Первый мой вопрос. Скажите, пожалуйста, как давно вы начали изучать историю своей семьи? Первый вопрос, и так задумался. Ну, если честно сказать, если вас интересует именно вот этот исторический аспект, то есть это, наверное, где-то 2008 год. Так получилось, что у меня появилось свободное время. Мы с семьей уехали в Чехию, чтобы тренировать большому теннису мою дочь. И у меня просто появилось очень большое свободное время. И вот там как раз я и взял с собой рукописи и начал их расшифровывать, переводить. Иногда меня спрашивают, почему ты говоришь переводить? Переводить, потому что, ну, на самом деле, они написаны еще на том языке, без там сать, с ять, там с твердыми знаками и без пунктуации. То есть, видимо, генерал тогда писал это все, можно сказать, в моменте. Вот, и поэтому на перевод вообще там страницы иногда уходили дни. То есть, это не так все это просто, что вот лежат у тебя, допустим, тетради генерала, и ты можешь взять их, открыть и вот так с лету взять и прочитать. Как вообще попали к вам эти документы? Логичный мой вопрос. Ну, это такая длинная история. Если, конечно, коротко сказать, то написаны они были моим прапрадедом Петром Петровичем Калитиным уже в Париже. Ну, вернее, начал он их писать в Берлине, в Германии. Когда был в эмиграции, потом уже был Париж и заканчивал уже в Париже. Умер Петр Петрович в 1927 году. Ну, и вот до последних дней он их писал. И писал он их, я так думаю, моему деду, потому что мой дед, через два года умирает его мама, дочь генерала. И мой дед в возрасте 9 лет в чужой стране, во Франции, остается круглым сиротой. И вот, чтобы мой дед знал, кто он, о своих предках, свою историю, я думаю, что именно для него и генерал Калитин писал свои тетради. И потом уже впоследствии и Наталья Петровна, и мама моего деда писала, уже дополнила свои воспоминания. Ну, то есть они бережно хранились и передавались из поколения в поколение, попали в итоге к вам. И получается, он для вас тоже это делал? Ну, да. И более того, и мой дед Николай Андреевич Краузи, он тоже оставил после себя свои воспоминания. А вообще, в возрасте 9 лет, оставшись сиротой, он берет на себя такую ответственность, то есть его родная тетя поставила перед ним выбор. Если хочешь, оставайся во Франции, если хочешь, поехали вместе с нами к родственникам в Шанхай, в Китай. И вот мой дед выбрал второе, и он решил жить в семье с родственниками, уезжает в Китай. И таким образом рукописи из Франции оказываются в Китае, а потом уже они попадают в Америку, из Америки в Австралию. И уже только в 80-е годы они возвращаются на родину, в СССР, к моему деду. Дело в том, что мой дед вернулся в СССР в 1947 году. Он единственный из внуков генерала, кто вернулся в Союз. – Вы приехали на фестиваль «Самарское знамя». Во-первых, расскажите о тех впечатлениях, которые посетили вас, когда вы впервые приехали на этот фестиваль. Ну и что лично для вас значит патриотический фестиваль «Самарское знамя»? – Да я хотел бы поблагодарить вообще «Самарцев» и организаторов фестиваля за такое трепетное отношение к истории, к исторической правде, что вот в наше такое неспокойное время особенно важно. И, конечно, это очень замечательно, что вы его проводите, этот фестиваль. Кстати, я на этот фестиваль приехал в этом году опять не с пустыми руками. Вы меня вот уже четвертый раз приглашаете. Я каждый раз приезжаю, привожу вам новую книгу. И вот в этом году я вам привез, вот не поверите, месяц назад вышло из типографии, это переиздание книги «Генерал Калитин. Страницы жизни». То есть вот в основу которой положены автобиографические рукописи как раз генерала Калитина, я их только дополнил архивными справками по тем личностям, о которых говорит генерал Калитин, там архивными документами, архивными фотографиями. То есть здесь, в принципе, она документальная, хоть и написана художественным языком. Ну, генерал знал восемь языков, был достаточно образованный человек, и поэтому стиль изложения, он такой был, как сказать, не люблю это слово, но вот, как говорят, такой вкусный. Сейчас вот кто читал из профессионалов, там, из журналистов, там, из писателей, кто читает эту книгу, все говорят, что мы помимо того, что узнаем что-то новое для себя, помимо этого еще и мы получаем такое наслаждение именно от того вот забытого русского языка, от того стиля, как написано, сами воспоминания. И дело в том, что, чтобы так написать, нужно на этом языке разговаривать. Думать, наверное, да? Думать, разговаривать на этом языке, потому что вот сейчас уже, мне кажется, невозможно просто кому-то дать задание и сказать, попробуй напиши, на этом языке надо разговаривать. Вы завтра непременно посетите фестиваль в Астроковском саду. Что вы завтра будете рассказывать интересного самарца, ну и, конечно, может быть, даже уникального? Ну, я хоть и привез книгу, и фестиваль именно посвящен Самарскому знамени, и, наверное, было бы логично, как вот в прошлый раз я рассказывал историю, как раз вот эта глава, которая посвящена подполковнику Павлу Калитину, это подполковник, чтобы было понятно, подполковник Павел Петрович Калитин, это старший брат генерала Петра Петровича. И он был в русско-турецкую войну, командовал третьей дружиной болгарского ополчения, и фактически он погиб в бою под Старой Загорой, и ценой своей жизни спас первое государственное знамя Болгарии, это вот Самарское знамя. Для болгар это просто, ну, сейчас, можно сказать, святой человек, его именем там в Болгарии названы улицы, стоят памятники. И мне не удалось, конечно, увидеть в оригинале в Софии это знамя, да я и не стал просить, потому что это очень хлопотно, и его, даже болгары очень трепетно к нему относятся, они его не выставляют. Да, раз в четыре года выставляют его, по-моему, на показ, да? Да, я не знал, то есть, ну, я знаю, что его нет в свободном доступе, невозможно так увидеть, и я не стал даже просить, чтобы мне показали, ну, как бы, я копию видел. Вот. А вообще, честно говоря, со мной, чтобы понимать, как болгары относятся, как трепетно они вообще относятся к Самарскому знамени, я вам могу рассказать, такой случай со мной произошел. Я ездил в Болгарию сам, просто вот сам, чтобы посмотреть, без всяких вот каких-то официальных там мероприятий. Мне было его интересно просто посмотреть на страну, на все. И меня товарищ как раз по всем местам, по вот этим вот историческим провез. Есть такой очень известный в Болгарии русофил Любомир Вылков. Спасибо ему, конечно, большое за все. Вот. И в последний день, когда уже я собрался уезжать, мне захотелось увезти какой-то сувенир из Болгарии. И магнитик банально, там, открытку какую-то... Интересно, да? Да, что бы, думаю, взять. И я решил монетку увезти с изображением Самарского знамени. И, ну, у меня такой монетки, конечно, не оказалось. Были просто там бумажные деньги. Я решил подойти в первую же лавку, в первую же лавочнику, и попросить, разменяй, говорю, пожалуйста, мне денежки, говорю, я хочу монетку с изображением Самарского знамени. А теперь, внимание, что он не ответил. То есть, простой лавочник, да, он на меня смоет такой, и сразу, сходу такой говорит, а в Болгарии никогда не было, и никогда не будет такой монеты. Почему? Логичный вопрос, наверное, был у вас. Я говорю, почему, да, да, почему. И его ответ, конечно, меня шокировал. Он говорит, а потому что Самарское знамя – это святое. А святое нельзя изображать на грязных деньгах. Лавочник отвечает. Нет слов? То есть, что в сознании этих людей, понимаете? То есть, действительно, как уважение, да трепетность какая, да? Ну, Старозагора вообще, она особенна. То есть, наверное, в Болгарии это, наверное, особенный город, который так особенно, ну, и мемориал там в Старозагоре, посвященный Самарскому знамени, находится. Это самое высокое сооружение вообще в Болгарии, самый высокий памятник в виде такой стелы самого Самарского знамени, и внизу у них там вечный огонь. Вот. Ну, и само отношение, они же ведь каждый год, все жители Старозагоры выходят на шествие, идет шествие всех, все от мала до велика. Вот кто может идти, каждый выходит. То есть, вот у нас сейчас это как бы сложно, вот себе эту картину представить, но что бы у нас побудило бы, чтобы каждый житель вышел, да? А у них вот есть такое событие, и все выходят, все идут, и они идут к Коснице. Коснице, я так понимаю, что у каждого жителя Старозагоры в этой Коснице есть родственник. Да. То есть, турки просто вырезали, тогда был геноцид, и вырезали практически всех жителей Старозагоры после того боя. И в этой Коснице там просто есть, наверное, родственник каждого жителя Старозагора. И они открывают эту Косницу, и все встают на колени. То есть, вот это, представляете, какое единение народа? Ну, потому что они, наверное, помнят, да, то пословицу или такое крылатое выражение, что без прошлого нет будущего. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо. Мы не прощаемся, и будем разговаривать дальше с почетными гостями фестиваля. Ну, а сейчас небольшой сюжет как раз о том, как будет проходить фестиваль в Струковском парке. В Самаре 19 августа пройдет пятый международный патриотический фестиваль «Самарское знамя». Он начнется в 12 часов с торжественного молебна в Иверском женском монастыре, где 146 лет назад монахини вышли легендарное «Самарское знамя». Затем состоится церемония возложения цветов к могиле Самарского городского главы, инициатора создания Самарского знамени Петра Алабина и крестный ход с копией знамени до территории Струковского сада, где пройдут основные мероприятия фестиваля. В 13 часов состоится торжественная церемония открытия фестиваля, награждение победителей творческих конкурсов проекта и концертная программа с участием военного оркестра 2-й гвардейской общевойсковой краснознаменной армии. На территории Струковского сада в течение всего дня будет работать 40 тематических площадок, рассказывающих о быте, культуре, традициях XIX века и современной истории. Самарское знамя – символ победы России в русско-турецкой войне, освобождение стран Балканского полуострова от 500-летнего османского ига. Сегодня Самарское знамя хранится в Софии в Национальном музее военной истории Болгарии. Одна из редких копий знамени хранится в Патриаршем Богоявленском кафедральном соборе в Москве. В 2018 году ее передал собору губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. А в августе 22-го года копию исторического знамени глава региона передал бойцам, которые участвуют в СВО. Ну а мы продолжаем наш разговор и следующие гости в студии Анатолий Леонидович Столетов. Проправнук генерала Николая Григорьевича Столетова, командующего русско-болгарским ополчением, освобождавшим Болгарию от власти Османской империи во время русско-турецкой войны 1877 года. И Зинаида Столетова, супруга и почетный гость фестиваля Самарское знамя. Здравствуйте, уважаемые гости. С приездом вас в наш прекрасный город Самара. Спасибо, что пришли к нам сегодня в студии. Вы действительно почетные гости. Ну и первый мой вопрос таков. 410 лет роду Столетовых. Расскажите, пожалуйста, его историю. Ну и, конечно, какое лично вы отношение и митик фестиваля Самарское знамя? Если скоро сказать, до 50 лет я практически не знал истории своей Расскажите. Но как раз на 1951 году у моей двоюзной сестры сохранился архив моего деда, семейный архив. Это много оказалось известно о истории моего деда. Он, кажется, из Владимира. Он был учитель много лет. Работал в Владимирской области. А 1902-го гору переехал в Североний-Кольское. Это Владимирская губь, сейчас Орехово-Зуево. Из этой статьи я узнал, что значит он Владимир. То есть, по идее, он должен быть каким-то, иметь отношение к нашим знаменитым братьям Столетовым. И после этого я, значит, начал изучать историю рода Столетова. Первым делом я начал, как мне сказали, начинать истории своих близких. Когда я узнал истории своих близких, родных, которых я даже не видел 40 лет, потом уже накопились материалы, и я поехал во Владимир. В Владимир я приехал в музей Столетовых. Там ведущий, значит, специалист, который знает истории братьев Столетовых, она говорит, извините, но у братьев Столетовых практически детей не было, только у генерала была дочь, но она умерла. И поэтому, по следствии поколения, только пошли по сестрам, уже с другими фамилиями. Но вы, говорит, подойдите к главному архитектору в Голдову Владимир Игорь Александровичу Столетову. Он немножко знает эту историю. И, оказывается, его брат двоюродный тоже занимался историей. И, в общем-то, уже как бы другая вещь пошла. И вот с этого времени, 10 лет я в архивах сидел, занимался, смотрел историю. Та же, значит, два братьев Столетовых. Много встретился с другими родственниками по Столетовой линии. Я встретился с внуком Варвары Григорьевны Столетовой. Это она, варвара, сестра. Я 10 лет с ним сработал. И все материалы, которые я был, они вошли в книгу, которую я назвал «История древнего рода Столетовых». И везде написано. Материалы передал Анатолий Андреевич Филаретов. Зинаида Ильинина, вы, насколько мне известно, в том году отметили «Золотую свадьбу». 50 лет. Вместе поддерживаете ли мужа в многочисленных проектах? И скажите, что для вас значит патриотический проект «Самарское знамя»? Наверное, не будет фастосом сказать, что я равноправный исследователь и записыватель этого рода, и сын наш, который нас возит по архивам в свободное время и в курсе всех наших дел. Поэтому можно сказать, что вся наша семья, в том числе и внучка, которая недавно выступала в школе. То есть все вовлечены, да? Она выступала в школе на тему «Я горжусь своими предками». Их фамилия Столетовых осталась только в нашей ветви. Вы были в Болгарии? Естественно, да. Мы были в 2013 году первый раз. Мы знали, что в Болгарии существует село Столетово. Мы с писальцем Зинаида. Он сейчас расскажет вам. Да, пожалуйста, Зинаида. Село Столетово. Там два села Столетово. Одно малюсенькое совсем. А вот то большое село, где-то 900 человек живет. Мы с ними дружим. С той поры, когда открылся в 2006 году дом-музей Столетовых, там была болгарка-победительница конкурса на тему биографии Николая Григорьевича. И мы с ней очень близко сдружились. И с тех пор открылось для нас село Столетово. И у меня в социальной сети, наверное, около 200 человек являются друзьями. Были бы в 2013 году по их приглашению на великолепнейшем празднике Рос. Приросли еще большими друзьями, с которыми переписываемся на любые темы, в том числе и на бытовые домашние. Кто женился, кто кого родил, какой национальный праздник у них сегодня. Так что очень тесная связь. Насколько мне известно, и в городе Владимире есть музей Столетовых. Ну, во-первых, были ли вы там? И расскажите об экспонатах, которые там представлены. Конечно. Мы были там первый раз. Я был раньше, до того, когда я начал писать свою биографию. И были мы на юбилею, 30 лет было в доме музея Столетовых. Там сейчас он после ремонта вышел обновленный. Но в то время буквально сохранились все вещи. Экспонаты, болгарские, значит, подарки, оружие, форма. Генерал физик Столетов тоже целый комплекс предметов, материалов тоже посвящено ему. Ну, в общем-то, и экскурсии проводятся по музею. И поэтому, интересно, много школьников ходят, приезжают иностранцы. Да, несколько раз приезжали иностранные делегации. И даже вручили медаль от Болгарии за то, что, значит, в Владимире существует такой музей. Но вы не успокоились. Я смотрю, вы далеко не равнодушная пара. Вы продолжаете изучать эту тему? Либо все уже изучено, и вы немножечко успокоились? Либо все идете и идете дальше? Уже 25 лет, как мы изучаем и продолжаем какие-то новые вещи. Значит, мы же с 2003 года являемся членом Союза Болгарской, друзей Болгарии. И поэтому часто бываем, встречаемся в посольстве в Болгарии. На встречах различных, поэтому у нас много друзей есть среди сотрудников посольства. К нам приезжал и посол Болгарии, Варихов Зур. И Катя Жекова, которая занялась туризмом, приезжала сюда. И ее дочка, опринная певица, которая приезжала, давала у нас концерт. С концертом и мастер-классом. Да, и много, конечно, я выступаю в школах, институтах на теме, значит, истории рода. Истории также вот Болгарской войны, вот этой русско-турецкой. Я даже выступал на конференции. Сейчас, два года назад, в Российское общество военное, значит, была конференция изучения войны истории в школах. Я выступал там с докладом, потому что я часто выступаю в школах. И вот, что у меня было не как бы лечить претензии. Школьникам интересно слушать вас. Мало, сейчас в школах изучают, как русско-болгарская. Ну, думаю, что с этого времени строится вот так вот. Вы будете первый раз присутствовать на фестивале «Самарское знамя» в Струковском парке. Увидите завтра красоту нашего города. Какие у вас ожидания? Ну, во-первых, мы в 16-м году были на дне «Самарского знамя», на праздновании. Грандиозный праздник был. Ожидаем таких же сильных впечатлений, что и 7 лет назад. Мы уверены, что все получится. Да, но будут работать еще и интерактивные площадки. 40 заявлено в праздники. Очень интересно. Поэтому, да, конечно, будет очень любопытно и интересно. Расскажите, вот вообще, насколько важно изучать историю своей семьи и, конечно, пропагандировать ее молодому поколению. Вопрос патриотизма. Ну, и, наверное, все-таки дипломатии. Вот здесь он в действии, этот вопрос. У меня даже одна тема была. Я участвовал на премии губернатора Московской области. Дипломатия, значит, народной дипломатии. Я рассказывал о дружбе с болгарами. Как говорится, есть такой дизельс. Сегодня дружба, завтра мир. Поэтому на всех встречах я говорил, что, в общем-то, болгарский народ все время был за нас, все время с нами дружат. И поэтому надо с ними дружить. И не верить, что там многие болгары как бы нам плохо относятся. Поэтому вот эта тема важная. Ну, то есть международное движение в действии, да? Можно так сказать. Реально это получается. Да, и Дапонт хотел, значит, в 17-м году нас пригласил в болгарское телевидение снять фильм. Значит, герои Болгарии рассказывают. Нет, потомки героев. Да, потомки героев рассказывают, да. И вот нас пригласили. Нас повезли на ошибку, но оказалось, сильный пургабал. Мы не могли попасть на ошибку. И мы приехали в Старый Загор, где там первый бой принял, значит, Николай Григорьевич и своими дружинами. Вот. Нас поразила вот эта огромная стела, которая там... Развивается огромное знамя над тем городом. Значит, солдаты русские сады. Трепет до мурашек. И, в общем-то, мы сидим, ну, мы цветы купили. И вот снимали-снимали, я запел песню на болгарском языке, которая была гимном Болгарии до 42-го года. И, в общем-то, она как бы была посвящена со столетову. Там. Шумит, молится, о, корловена, плачет, давится лютена. Это, я не знал, так здорово сделать. И потом оно пошло, как уже в песне вот этой, в исполнении военного хора. И подхватил хор. И показывал всех ветеранов в той войне. Такой фильм показался. Я сегодня привез вот этот фильм, ну, минут 10. И просто у нас после этого еще был Горбачев Плывистый Поль. Друзей. Ну что же, на этой позитивной ноте мы заканчиваем наш с вами разговор. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Я желаю завтра вам в полной мере насладиться фестивалем, международным пятым фестивалем, юбилейным «Самарское знамя». Ну и, конечно, до встречи в следующем году. Огромное спасибо за внимание. Спасибо большое всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город С». Ну а 19 августа обязательно самарцы, дорогие горожане, посетите фестиваль «Самарское знамя». Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова